МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для мужчины, который собирается на рынок или в магазин, самое главное иметь под рукой список покупок. Для чистоты эксперимента в нем не предусмотрено каких-то необычных кулинарных решений. Это будет классическое новогоднее меню. Оливье, селедка под шубой, холодные закуски, фрукты, овощи, напитки, ну, из мяса что-нибудь. Набор стандартный, посмотрим, сколько денег понадобится, чтобы купить все компоненты. В начале списка овощи для салата и фрукты для праздничного настроения. Все покупки сверяем с данными о ценах, что предоставили в Северокавказ-Стате. То, что дороже средних значений, оставляем на полке. То, что дешевле, берем. Несмотря на будний день, в торговом зале довольно людно. Видно, покупатели запасаются новогодними продуктами впрок. И у каждого своя арифметика. Во сколько же им обойдется аппетитный праздничный стол? Ну, может быть, тысяч пять. На двух, ну, тысяч десять. На двух. Ну, я живу одна, ну, правда, муком хожу. Ну, придем к пяти-шести тысяч. Ну, если так считать, так, бутылка шампанского, бутылка водки, это много, это, говорится, ну, грамм триста водки, но шампанское пол. Ну, грамм триста колбаски какой-нибудь, морезку общую туда-сюда. Ну, где-то полторы-две тысячи. Без горячего блюда стол вряд ли окажется сытным. Поэтому не проходим мимо мясного отдела. Раздел холодной закуски заполняем колбасой, сыром и еще одним деликатесом. Красная икра, это, конечно, роскошь. Это, разумеется, дорого, но праздник все-таки. К тому же статистика утверждает, что именно красная икра в России сейчас дешевеет. Если брать объем за год, то примерно на 13%. Сейчас средняя цена за килограмм икры 3800 рублей, но вот здесь можно даже за 3100 взять. Выгодная покупка надо брать маленькую, самую маленькую баночку. Кстати, сильнее всего из продукта в 2018-м подорожал репчатый лук. Рост в 22%. Кого-то может и заставить прослезиться. Существенно дороже, чем в начале года, стоят теперь куриные окорочка, консервированные овощи, яйца, сыр, вареная колбаса и мясные копчености. Впрочем, есть у статистиков и хорошие новости. Заметно дешевле, чем год назад, стали огурцы и помидоры. Видно, помогли новые теплицы, что появились в 2018-м. Компанию овощам и красной икре в этом списке составляют яблоки, селедка и сладкая выпечка. Из кондитерских изделий снизились в цене конфеты шоколадные, и глазированные, торты, зефир и пастила в среднем на 1,4-2,3%. Также подешевела алкогольная продукция. Водка на 1%, коньяк отечественный на 6,9%. А вот шампанское в минувшем году подорожало, но купить его все равно надо. Конечно, лишь статистики ради. Остались компоненты для майонезных салатов, зелень, хлеб, приправы. Во фруктовую вазу к мандаринам добавляются яблоки. Они в этом году на Ставрополье стали дешевле на 12%. К тому же, похоже, что эти плоды теперь одна из визитных карточек нашего региона. Список исчерпан, пора отправляться на кассу. Я подбирал продукты из расчета на одного человека, и такой вот предновогодний продуктовый набор в итоге обошелся примерно в 3200 рублей. Но это с икрой и шампанским. Это не московские цены. Это где-то средний уровень российских регионов, как его подсчитал Росстат. Осталось дождаться новогоднюю ночь и за праздничным столом загадать желание. Например, попросить материального благополучия, и чтобы цены больше не росли. Леонид Нечапуренко, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Ежегодно Академия ЮСИМАС проводит международные соревнования по ментальной арифметике. Самые масштабные состязания в мире по этой дисциплине. В этом году в соревнованиях приняли участие более 12 тысяч детей из более чем 45 стран мира. По правилам ребята должны были решить 200 примеров за 8 минут. Десятилетний Андимир Кан Сижажев вернулся с призовым третьим местом. Нам давали листочки, ну и мы там засекали 8 минут. И мы на скорости направленности решали. И чем больше правильных примеров, у кого больше правильных примеров, тот и выигрывал. Школа ментальной арифметики развивает ребенка всесторонне, уверен отец мальчика. Дети здесь не только учатся считать, они развиваются в целом, приобретая новых друзей. А у Андимир Кана появилась еще и возможность увидеть другую страну и повидать мир. То есть, когда Андимир Кана пригласили на эти международные соревнования, в принципе, мы долго не думали. Потому что такие возможности попадают редко. Я считаю, что ими надо пользоваться. Поэтому благодаря этой школе, я думаю, что Андимир Кан получил хороший старт. Ну а в школе арифметики ЮСИМАС занимаются детки с трех лет. Удивительно, но обретению навыков скоростного счета способствуют не современные технологии, а древние счеты Абакус, которыми пользовались еще в Древнем Риме. ЮСИМАС – это универсальная система устного арифметического счета. То есть, через устный счет у детей развиваются такие навыки, как наблюдательность, фотографическая память, усидчивость. А также дети в итоге начинают ментально считать быстро. Любые действия арифметические. Только счеты вначале? Нет, у нас есть много программ. По иным программам в школе учат и детишек с аутизмом, которые здесь развиваются намного быстрее. Преподают в школе молодые, но опытные педагоги, которым нравится их дело. У детей очень хорошо развито воображение. Это все детям интересно, поэтому они с легкостью осваивают программу, с удовольствием занимаются, поэтому результат есть. И его не приходится долго ждать. Развивают в школе не только уроками, но и оформлением. Увидеть можно плакаты с мудрыми словами, которые настраивают на успех. Рустам Пежев, Мартин Хацуков. Новости дня. Во всех уголках нашей Родины двери театров в четверг 13 декабря открыли вход в новый театральный год. Исключением не стал и наш край. Драматический театр имени Лермонтова в этот день принял практически все творческие коллективы не только столицы, но и всего Ставрополья. Мы пригласили на сцену драматического театра имени Лермонтова актеров различных театров, не только государственных. Сегодня на сцене вы увидите и кукольный театр, фрагмент спектакля «Добрый жук». Вы увидите и гармонию, и студию слова, и молодых актеров, которые только начинают с студентов. Ну и, соответственно, наш театр «Аперет» и театр «Кукол». И, конечно, актеры драмтеатра обязательно на своей же сцене покажут небольшой фрагмент спектакля. Зрители встречали перформансом уже в фойе, звучала живая музыка, атмосфера была праздничная и максимально театральная. Год театра – это большие надежды, потому что, конечно, Министерство культуры Российской Федерации пообещало для наших театров сделать очень много. Я в ожидании новых интересных проектов, новых премьер и, конечно же, в ожидании зрителей. Все мы, как всегда, ждем чего-то нового, естественно, хорошего и доброго. Самое главное, что вот уже сегодня, сейчас, за кулисами происходит открытие года театра. А год театра действительно будет интересным и насыщенным, обещает Министерство культуры. Причем в планах не только спектакли и новые постановки, но и ремонты помещений отрасли культуры. И, конечно же, обмен опытом и встречи с деятелями искусства. Мы готовимся сейчас и вхождению в федеральную программу, направили заявки в Министерство культуры России. На проведение нескольких проектов, в том числе и выставочных, и проекта театра детям. И участие в театральном марафоне, который будет дан в старт в городе Владивостоке. И в течение 2019 года пройдет до Калининграда по Российской Федерации. Сам праздник подготовили артисты академического театра. И попытались сочетать молодость растущего театрального поколения с опытностью представителей главных культурных точек города и края. ВИВАТ-театру в следующем году. Владислав Таранов, Николай Попов. Ставропольское телевидение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин